20 ноября прошлого года остановилось сердце актёра Валерия Гаркалина, поэтому сегодня я решил оставить этот фрагмент здесь, вспомнить об актёре замечательном. Мы с командой семейного альбома, такой был проект, приехали к нему домой, у него была его коллега в гостях тоже, и мы побеседовали, говорили о грустном и о весёлом. Больше, увы, поговорить не сможем. Всё вело меня к смертельному исходу. Явно, что кто-то, если так можно выразиться, кто-то методично меня убивал. Так, нет, так тогда. И когда положили на стол, отрывался тромб. И он пошёл к основанию сердца, но не вошёл в него. Но сердце остановил. То есть он сделал два чёрных дела. Он не вошёл, но и, так сказать, всё-таки... Поэтому я пролежал три минуты, в каких-то редакциях две. Это клиническая смерть, да? Да, клиническая смерть. Они поставили утюги вот эти, завели моё сердце, я открыл глаза, и они были потрясенные. Они не верили в это. Повезло ещё потому, что ДК находился напротив госпиталя моряков, где было изумительное вот это вот кардиологическое отделение. Это везение. Зоя, а вам я желаю большего везения в искусстве, чем мне. И жена с вами была всё это время? Мне кажется, она... Она ей попросила, не веса, что-то там она сотворила с ними. Потому что смерть пришла, но не ко мне, а потом выездила. Говорят, да, что она счёт ведёт, что если одну жизнь даёт, то взамен. Через полгода Катя ушла из жизни. Через полгода после вот этой истории. Мы успели с ней ещё съездить во Францию. Мы были в Париже, в Берлине последний раз. Единственное, о чём я жалею, что она не смогла дожить до рождения внука, которого она очень ждала ехать. Я представляю, что было бы в нашей жизни, если бы она смогла дожить до этих дней. Она, мне кажется, забрала бы у них и мальчика, и воспитывала бы как собственного сына. Собственно, как вы забрали дочь у неё, и воспитывали. А Женя-то не правильно делала.